Моё имя Руслан, я являюсь визуальным менеджером компании Ветер и это видео будет полезно для тех, кто занимается привлечением инвестиций в стартапы. Хочу вам рассказать о таком инструменте, как Гайдлайн. Это сборка основных правил и рекомендаций по использованию фирменного стиля. Данный инструмент поможет повысить качество, визуальную привлекательность вашего медиа-контента, а также оптимизирует скорость создания самого материала, потому что у вас в руках будет некие заготовки и шаблоны в виде шрифтов, цветовых решений, графических элементов и изображений. В целом все эти преимущества повысят конверсию вашего медиа-источника. Также хочу сакцентировать ваше внимание на существующей проблеме, что люди создают именно одноименные личные блоги и сообщества. Это вводит людей в заблуждение, что они являются официальными источниками информации и часто предоставляют устаревшую и неактуальную информацию. Поэтому, если вы ведете какой-то личный блог, назовите его условно-альтернативной электроэнергетикой и осветите нашу технологию в нем, например, энергоэффективное здание. Потому что если вы дублируете название канала нашего или видеоролика, то человек, знакомый с проектом первый раз, он, получается, теряется в источниках информации и теряет, соответственно, интерес. Документ будет загружен на Google Диск. После обновления личного кабинета данный документ можно будет скачать напрямую с сайта. Сейчас мы тезисно пройдемся по данной подборке. Затем при скачивании вы сможете детально разобраться с ним сами и задать вопросы в поддержку. Так у нас выглядит документ при открытии в МПД. Этот документ не только для тех, кто занимается привлечением инвестиций в стартапы, а также используется нашими сотрудниками. То есть здесь прописана миссия, а также какой логотип, что обозначает, то есть что он себе несет, чтобы человек, когда использовал, он понимал, что можно изменять вообще, а что нет. То есть методы его построения, сетки, в каких вариантах и где его использовать, как он был построен, чтобы не изменять его пропорции, соотношения. То есть как можно комбинировать с текстом, как использовать на черном фоне, какие безопасные поля можно использовать. Также самое главное цвета для печати, для веб-версии. То есть какие цвета для чего используются, какие градиенты для чего используются. Какие фирменные паттерны, то есть узоры, можно использовать для создания каких-то акцентов. То есть все это прописано. Элементы, то есть интерфейсы или какие-то линии графические, тоже так же узоры. У каждого есть свой номер, и этот номер соответствует тому, как их можно использовать в комбинации с чем-то. То есть вот допустим у нас идет номер один, номер два. И написано, как его можно использовать. Допустим, свечение используют при акцентировании внимания, цвет этого свечения. Шрифты для важной информации, для неважной, для акцентной информации. То есть название шрифтов. Изображение, как можно использовать, какие пропорции можно изменить, какие нет, обрезки. То есть контекст какой может быть у здания. То есть все это прописано. Как, то есть некие шаблоны и макеты использования фирменного стиля. То есть человек видит, что заставку на твоем телефоне, и задает вопрос, что это означает, и уже может начаться диалог. Вот, то есть визитные карточки, также файл. Можно заменить на свое имя и пользоваться. В целом на этом все. Более детально с этим документом вы ознакомитесь самостоятельно. Затем вы можете задать вопросы.